Немножко демо покажу на примерах и немножко разберемся. Значит, цитируя Википедию, фазинг или фаст-тестинг – это автоматизированный метод тестирования программного обеспечения, который включает в себя предоставление недействительных, неожиданных, случайных данных в качестве входных данных для компьютерной программы. Ну, по сути, что это такое? Это генерация случайных байт каких-то, использование их как input в программе, в тесте вашем. И все, что нам остается – это сидеть и наблюдать, что же из этого выйдет. Еще в 1988 году Бартом Миллером был введен этот термин – фазинг. Он занимался тестированием Unix Utility. И в докладе, написанном совместно с Ларсом Фредериком и Брайаном Со под названием «Эмпирическое исследование надежности Unix Utility», он описывал свои мысли по этому поводу. Он впервые использовал это слово, этот термин. Ссылочки будут ниже для прочтения, если кому-то будет интересно. Но еще в 1950 году Геральт Вейнберг, который позже уже сказал, что они не использовали термин «фазинг», но использовали принцип работы. Принцип работы заключался в использовании мусорного ведра, как они говорили. То есть что они делали? Они брали какую-то стопку перфокарт, которая уже использована, отработанная была, перетасовывали ее и просто засовывали в свою машину. Смотрели, что из этого получится. Значит, уже ближе к нашим годам, то есть уже после 2010 года, начали появляться фазеры, как бы фазинг получил такое второе дыхание. С 2014 по 2016 год были написаны AFL, липфазер, это разработки компании Microsoft и Google. Ну, GoFuzz, Дмитрием Вьюковым был написан в 2015 году. Вот, Project Springfield и OSS-фаз – это уже такие более мощные утилиты, которые полностью автоматизированные. То есть вы просто натравливаете код на код их и получаете в бэктрекере уже готовые баги. Такие мощные системы, которые уже довольно длительное время используются и показывают отличные результаты, используются в Continuous Integration. Вот, так как, допустим, после рефакторингов можно запустить фазер и проверить, насколько хорошо была сделана ваша работа. Как это делается, я расскажу немножко позже. Значит, ну, что, собственно, фазер? Что это такое? Почему мы должны его использовать? Хочется верить, что у нас по всему коду, значит, есть тесты, да, все покрыто, каверидж стремится к 100%. Вот, но мы же понимаем, что протестировать все и задать все возможные импуты мы не можем. Просто это физически очень тяжело написать столько тестов. Потом задается вопрос тогда, зачем нам тестировать какими-то рандомными датами, если, по сути, мы, получается, никуда не попадаем, да, то есть ни в какие ветки нашего кода, чтобы их правильно протестировать. Я сейчас попробую рассказать, почему это делается, как это происходит. Значит, какие ошибки мы можем получить, точнее, определить, задетектить с помощью фазера? Ну, Memory Leaks. Это такая весомая ошибочка, которая может выявиться в основном в продакшене уже, да. Не хотелось бы этого, вот, хотелось бы немножко раньше ее найти. Дальше разыминование Neil Pointer. Такая довольно распространенная ошибка, но, в принципе, скажем так, не критическая в наших условиях. Ее довольно хорошо замечают. Значит, Infinite Recursion или Cycle, это фазер тоже может определить. Я расскажу, где он будет складировать эти данные, где он будет складировать input, которыми можно потом повторить все эти действия, чтобы воспроизвести ошибку. Логические ошибки может задетектить. Это довольно сложный вариант, как бы, но самый простой пример, допустим, если у вас есть какие-то явные асерты, или у вас одна переменная не равна другой переменной, то фазер может найти контрпример после длительного использования. Также можно, например, проверить сортировку, например, на предмет убывания или добавления элементов. То есть мы должны понимать, что наша сортировка не изменяет список наших элементов, да. Или хорошо проверяются парные функции, такие как Encode Decode, Encrypt Decrypt. То есть мы запускаем фазер, в котором мы сначала берем какие-то рандомные даты и кодируем их, потом тут же раскодируем их, сравниваем, что все прошло успешно, и данные на входе и на выходе у нас одинаковые. Тоже очень полезные. Следующие это датарейсы. В принципе, тоже фазер их определяет. Все работает одним и тем же способом. Сейчас я чуть ниже об этом расскажу. Отправление данных на закрытые каналы. Тоже одна из ошибок, которая может найтись и немножко раньше, но тем не менее это можно определить при обычном запуске и тестировании. И, допустим, огромные слайсы аллокации памяти. Тоже очень сложная детективная ошибка. И только при каких-то специфических данных. Дедлоки. Тоже один из типов, который может задетектить фазер. Где мы можем, собственно, использовать фаз-тестирование? Ну, по сути, можем использовать в любой части своего проекта. Его область применения как бы не ограничена. Но самые распространенные, да, тут несколько я перечислю. То есть это какие-то протоколы сетевые, медиакодеки, аудиокодеки, да, какой-то текст, когда мы работаем с клиент-серверной частью, да, то есть принимаем какие-то незащищенные данные от клиента, и нам нужно понимать, что работа нашей программы не прекратится, мы не вываливаемся в панику и так далее. Компрессия. Тоже можно это все тестировать. Правильно работают ваши утилиты, которые этим занимаются. Десериализация, да, то есть мы получили какие-то вводные данные, какая-то схема, которая заливается юзером из какого-то файлика. Мы должны понимать, что наша часть кода не сломается в процессе парса этого дела всего. Ну, опять же, датабейсы. То есть все это можно тестировать. Собственно, почему стоит использовать фаст-тестирование? Какие его преимущества, какие, может быть, недостатки у него есть? Ну, для начала фаст-тестирование покрывает как бы не просто строчки вашего кода, как это делает обычное юнит-тестирование, да. Фаст-тестирование покрывает данные, которые по ним ходят. Это очень важный момент. Не всегда получится руками подобрать в тестах такие данные, которые вам полностью гарантируют правильность работы программы. Файзинг тоже этого не дает на 100%, но область его покрытия, кода и данных гораздо выше, чем обычное юнит-тестирование. Значит, очень дешевый в использовании. То есть очень мало затрачивается ресурсов на создание фаст-теста. То есть это довольно просто. Он дает много покрытия, то, о чем я уже сказал. И он совместим с юнит-тестированием. То есть это не значит, что мы должны выпилить все старые свои тесты, перепилить все на файзинг. Это можно совместить, и это даст еще больше результата. Мы найдем еще больше багов. Вот. И что нам даст? Хорошую устойчивость программы в будущем. Значит, перейдем к типам. Какие бывают типы? Ну, в принципе, базовых типа два. То есть это генерация и мутация. Но в описании этих типов файзеров несколько штук. Grammar-based generation. То есть мы создаем для нашего файзера какой-то список грамматических правил, то есть какие-то данные, которые он понимает, что они корректные. Он их изучает и пытается генерировать новые данные на основе уже этих известных грамматических правил. Вот. Немного отклоняясь от них. Может следовать в точности. Может отклоняться. Вот. Следующее. Это blind mutation. То есть мы даем набор, скажем так, взяли из юнитестов какую-то часть данных, да, и отдали это все в корпус нашего файзера. Корпус – это как бы такое хранилище данных, из которого берутся данные для новых инпутов. Вот. И туда же складируются те данные, которые показали какой-то результат и нам интересны. Значит, дальше grammar reverse engineering – это такая какая-то магия происходит. То есть вы даете, точно так же вы даете какой-то список грамматических правил и пытается из инпутов дополнить эти правила файзер. Он пытается построить какие-то алгоритмические подходы или использовать machine learning для того, чтобы понять, какой, собственно, протокол там находится, как использовать это все, как работать с этим. Следующий вид – это symbolic execution и set solver. Это очень страшная черная магия. Вы даете некоторое количество данных файзеру. Основываясь на них, он строит какие-то алгоритмические, какие-то алгоритмы математические и пытается вычислить, используя какую-то черную магию. То есть я сейчас не могу сказать, как конкретно он работает, еще недостаточно погрузился в эту тему. Используя черную магию, пытается определить, какой же инпут будет покрывать максимальное количество строчек. То есть он пытается сгенерировать этот инпут. Но на практике это не совсем хорошо работает, потому что в любом случае ему придется писать эти какие-то грамматические правила, какие-то вводные данные, обучать. То есть это все долго и не совсем нам подходит. Дальше самый интересный для нас – coverage guided fizer. Суть его заключается в том, что на каждом этапе проведения какого-то инпута он собирает информацию о том, какие строчки были покрыты. То есть он изучает код в процессе своей работы. Нам не нужно вначале отдавать какой-то список правил или какой-то список данных. Он самостоятельно это все сделает. Да, это займет некоторое время, но оставив, допустим, fizer на один-два дня работы беспрерывной, он найдет огромное количество инпутов, которые будут нам интересны. Огромное количество ошибок, скорее всего, найдет. Допустим, по словам Дмитрия Вьюкова, который изобрел этот GoFuzz, он говорит, что в 2015 году, когда он только разрабатывал и тестировал свой fizer, а тестировал он их на стандартных библиотеках Go, то есть к этому времени 1.0.go уже было вышло, было выпущено. Люди, которые писали там, далеко не глупые, да, то есть все было много раз оттестировано, много раз пройдено, багов уже много было закрыто, то есть код уже довольно старый. И при этом он все равно смог найти достаточно большое количество багов. Я не буду сейчас углубляться, каким образом он это делал и сколько конкретно багов нашел. Внизу у меня будут ссылочки, он подробно там об этом рассказывает. Вот, кому интересно, посмотрите. Значит, что такое coverage-guided phasing, я уже в двух словах рассказал, да, то есть он берет какой-то рандомный input, генерирует его. Его coverage-guided можно назвать еще гибридным phaser, потому что он использует несколько подходов, то есть мутации плюс генерации, плюс изучение вашего кода, да, изучение покрытия, вот. И суть его заключается в том, что он берет какое-то количество байт, да, то есть какой-то input, запускает его в вашу программку, проходит, смотрит, был результат или не было. Результат можно отдельно самостоятельно конфигурировать, то есть если у вас есть какое-то место, что вы, докуда подойдет код, и вам это неинтересно, да, вы можете поставить в своей функции go fast, сейчас я еще чуть ниже об этом тоже расскажу, поставить просто return 0, и он не будет добавлять никаких данных себе в корпус, он не будет продолжать с ними работать, потому что это неинтересно, он не будет тратить на это время. Дальше при получении положительного результата, то есть мы достали какой-то новый coverage, да, то есть какую-то следующую строчку кода, мы будем мутировать эти данные, которые, с помощью которых мы добились до тех пор, пока не откроем следующую часть кода, да, или до тех пор, пока не пройдет время, и из очереди уйдет этот input, потому что фазер не будет бесконечно крутить один и тот же input, пока не добьется покрытия в конкретной части кода, он будет постоянно, рандомно менять input до тех пор, пока не покроет их код весь в общем, то есть он будет отклоняться. Значит, как, собственно, процесс происходит? Есть такой маленький примерчик, да, вот, собственно, функция наша, как нам тестировать? Вот она, функция пишется, goFuzz, туда вставляется data, slice байтов, и возвращается int. То есть у нас есть несколько условий, и в случае, если мы доходим до одного из этих условий, ну, до конечного в частности, да, мы говорим фазеру, что нужно этот input сохранить, то есть нам очень интересно, каким образом ты сюда дошел, нам нужно этот input знать. Все остальные input нас не интересуют, потому что мы не проходим в свой код, да, и поэтому мы их будем просто игнорировать. Значит, поведение корпуса в этот момент. Вот, при получении кавериджа на первой строке, если дата равно нулю, да, он получает в корпусе букву А. При получении, он потом начинает мутировать ее, и через какое-то большое количество попыток понимает, что при получении А, Б, он заходит и новый каверидж открывает для себя. Да, то же самое происходит с третьим. То есть, в конце концов, у нас корпус получит прогрессию А, Б, С. Он будет сохранить максимально, он будет пытаться сохранить максимально короткий input, который будет удобный для юзера потом для воспроизведения этого бага, который он нашел, да, или этого кавериджа, который вам интересен. И в общей сложности в корпусе останется только А, Б, С. Отход. Значит, что ж такое, собственно, каверидж. Алло, умер. Ну, значит, каверидж... Такой инструмент, да, который... Работает приблизительно как GoToolCover, да, то есть схожесть у него есть очень большая. То есть, каверидж-гайдед-файзинг не делает статического анализа, поэтому он ходит каждый раз за каждым своим циклом и определяет, какие строки были достигнуты, да. А потом он начинает мутировать и добавляет новые input для себя в корпус, чтобы в следующий раз ему не приходилось делать перебор всех данных, которые ему пришлось сделать для достижения нашей последней строки. Значит, еще немножко по поводу приоритетности. То есть, есть три позиции сейчас для приоритета фазера. Для того, чтобы, допустим, увеличить приоритет input, который мы получили, мы ставим единичку в ретурне. Фазер понимает, что нужно с этим работать, ставить этот input первым в кью и начинает его мутировать некоторое время. Допустим, если вход нам не интересен совсем и он не должен добавляться в корпус, то ставится минус один. Вот, соответственно, если input должен быть добавлен в любом случае в корпус, мы ставим нолик. Если это даже нам не дает никакого охвата. Значит, каким образом данные нам туда прокидывать? То есть, все же нам приходит слайс байтов, да? То есть, нам нужно каким-то образом преобразовывать в интересный для нас вид, формат. Ну, вот такая простая функция. Допустим, нам нужен какой-то флаг, да? И нужна какая-то строка. Исходя из этого флага, мы каким-то образом эту строку будем дальше преобразовывать. Мы берем просто первый байт и смотрим, он у нас четный или нечетный. Соответственно, выставляем флаг так, как нам интересно. Все остальные байты мы используем просто как строку и дальше используем в своей программе. То есть, там, допустим, маршалем, он маршалем, там, конечно, какие-то еще действия производим. Более сложный вариант. Мы в свою функцию goFuzz добавляем какой-то декодер, да? То есть, в данном случае использовался job. Ну, потому что он просто оптимизирован под go и работает. Вот. И, соответственно, потом декодируем эти байты в какой-то интерфейс, который может принять, по сути, все, что угодно у нас, да? Здесь же можно поставить какую-то структуру более сложную. И после того, как Phyzer сделает этот input, попытается декодировать. Если вдруг у нас декодинг не прошел, да? То есть, какая-то ошибочка выскочила. Мы просто ставим Phyzer, что return 0, нам этот input не интересен. И он пытается подобрать следующий список байтов, который будет уже рабочим. После того, как мы это декодировали в какую-то структурку, да? Мы уже можем использовать какой-то конкретной своей функции, которую мы тестируем. Значит, как, собственно, можно запустить этот Phyzer? Как его начать использовать? Это довольно просто, на удивление. Мы просто качаем GoFast Дмитрия Вьюкова, качаем GoFastBuild, вот. Потом запускаем GoFastBuild. Это такая программулина, которая создает некий артефакт, в которой лежит инструментированная программа для покрытия, чтобы Phyzer понимал, каким образом работать с данным конкретным кодом. Ну и запускаем, собственно, наш артефакт, PNG-FastZip, указывая рабочую директорию, в которой будет складываться, в этот пакет будет складываться еще три директории, которые хранят input все, интересные нам и неинтересные нам, то есть наш корпус, нашу базу данных, крэши, то есть все возможные варианты, когда была остановка программы по той или иной причине, то есть найден какой-то баг, или там какая-то паника выскочила, вот. Ну и третье, это там как бы с аспекты такие, нам сейчас не очень интересны. Значит, небольшой пример еще, каким образом можно тестировать какую-то свою утилитку. Вот этот пример взят из файзера Дмитрия Вьюкова. Вот. У него обычная функция GoFast, Data, SliceByte, PNG-Decoder. Вот. И он туда отдает какие-то рандомные байты. Небольшое демо сейчас проведем, чтобы было понятно, собственно, как это использовать. То есть обычная скачка пакета, обычная скачка фаз билда, который будет нам создавать артефакт. Вот эта часть, когда уже билдер сам работает над артефактом, она происходит довольно длительное время, я уже сделал заранее, чтобы не отнимать наше время. Но поверьте, он работает. И, собственно, дальше мы просто берем и запускаем наш фазер. GoFast, минус bin, артефакт указанный, work directory, и вперед. Дальше у нас запускается infinite cycle, который будет до тех пор, пока вы его не остановите, он будет пытаться какие-то новые байты засунуть в наш код. Там одна единственная строчка, но все же. По той причине, что это демо-пример Дмитрия Вьюкова, здесь уже все баги пофикшены, поэтому ничего нового мы не найдем. можно хотя бы вкратце посмотреть, что происходит. Он говорит, сколько сейчас в данный момент параллельно работает задач над этим, то есть сколько у нас есть инпутов в корпусе, сколько крэшей было программы, это можно посмотреть, сколько раз запускается цикл в секунду. Вот это значение должно приближаться к 10 тысячам, это самый лучший показатель, это значит, что он оптимально работает. Вот сколько было выполнено всего экзекьюций, вот какой кавер у нас происходит. Там дело в том, что его PNG-декодер, там сама функция чуть побольше, потому как она еще занимается генерацией этих рандомных картинок. Вот, ну и собственно время, которое поднят наш файзер. вот такая простая задачка. Некоторые ссылочки, которые будут интересны, более подробные рассказы и Дмитрия Вьюкова, и Филиппа Валсорда, там он немножко углубляется в сам процесс создания этих рандомных байт и реакцию гофаза на те или иные события. То есть, что такое каверидж, я думаю, никому неинтересно будет, на всякий случай оставил. Ну и небольшой гайд по файзингу. Значит, первая ссылочка это по докладу нашего человека, который ввел понятие файзинга. Ну и собственно это уже наверное конец. Может есть какие-то вопросы? есть вопрос, можно ли управлять количеством воркеров для гофазера? Да, можно управлять количеством воркеров для гофазера, можно управлять количеством экзекьюции, то есть, это все настраивается, есть подробные гайды по этому поводу, то есть, он очень адаптивный, скажем так, его можно подстроить под любые нужды. также можно установить его количество исполнений, после которых он остановится допустим в Continuous Integration, нам нужно, чтобы он не всю жизнь занимал наш воркер и прогонял эти тесты до посинения, а нужно, чтобы он прогнал какое-то количество инпутов в корпусе и после этого остановился, то есть, ну как собственно идут обычные юнит-тесты, то есть, это все настраивается, это все можно сделать, это очень удобно. Давайте может еще один небольшой остановлю его исполнение и вот эта папочка Example рабочая наша, то есть, мы смотрим, там есть пакет, в котором мы работали и вот собственно три директории которые нам интересны, то есть, в корпусе будет лежать вот в таком виде его импуты, то есть, их можно посмотреть, но там просто набор нечитаемый в данном конкретном случае, потому как тестируется картинка, так, собственно в крэше, но в крэшах там либо ничего не будет, либо один какой-то крэш, ну вот у нас тут появилось, давайте посмотрим, не должно было это происходить, но может быть что-то нашли, может нам повезло, вот такой input нас привел к ошибочке, интересно, то есть, вот этот input мы можем просто в нашу функцию еще раз запустить, прогнать и посмотреть, какой результат из этого выйдет, интересно, надо будет рапортнуть, очень простое в использовании тулза, простая, вот, так что всем советую, мы сейчас только начали имплементировать свой проект, вот, поэтому каких-то фактических результатов, основываясь на собственном опыте, сейчас не можем дать, но очень интересная тулзовина, всем советую. Еще один маленький вопрос, насколько она прожорлива по CPU памяти и подобных вещах? Ну, конечно, зависит от того, на чем запускаем и сколько веркеров, в принципе, не очень, то есть, простая генерация байтов занимает небольшое количество, единственное, что процесс создания артефакта довольно длительный, вот там нагрузка будет чуть побольше, но так как он делается один раз, то, в принципе, это не совсем важно, да, то есть, можно спокойно запускать на слабеньких машинках и он будет отрабатывать достаточно быстро и продуктивно. Ну, что ж, наверное, на этом я не могу сказать, что я не могу